Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Аня и в этом видео у нас с вами распаковка Фоперлик. Сделала я не такой уж и большой заказ, но пришло две маленькие коробки. Ну и давайте посмотрим, что я для себя купила. Первое, с чего я хочу начать, как в принципе я и хотела, я взяла из этой линейки гели для душа. Первый это земляничный гель для душа, увлажнение кожи. Здесь 500 миллилитров, огромный объем. Здесь 380 миллилитров, приличный такой объем. Гели очень густые и аромат действительно приятный. Я до этого земляничный брала Витамания, по-моему, был такой гель для душа, маленькие, такие интересные бутылочки, 200 миллилитров. Несмотря на их маленький объем, хватало их надолго. У меня до сих пор есть небольшой запас. И захотелось попробовать, думаю, интересно, тот же аромат остался или нет. Но здесь немножко аромат химозный. Там был вот прям настоящий, просто вот как будто бы целый флакон обычной вот этой лесной земляники. И вот вдыхаешь его. Здесь немножечко химозненький. Он не такой, как в той линейке. Но тем не менее, думаю, что гель в принципе сам по себе неплохой. Ну и аромат приятный, но он с химозной такой ноткой. Вот, поэтому я думаю, в принципе, многим он понравится. Я его взяла для пена, для ванны дочки просто. Потому что не стала брать вот с дракончиком, выходит дороже. А здесь, в принципе, аромат приятный и хватит чуть-чуть подольше. Ну, возможно, конечно, будем мыть тело. Просто поставлю в душевую кабинку, пускай стоит. И вот я хотела вот такой вот заказать. Мне очень понравился аромат. Кстати, мне тут написали, что кошачьим туалетом пахнет кому-то. Мне очень вкусно мед и липа. Вот здесь вот прям четко передан аромат. Как раз таки вот мед и липа. Вообще кайфунчики. Я его обязательно себе поставлю. Буду с удовольствием пользоваться именно этим гелем для душа. Ну и, конечно же, в пустых баночках я вам расскажу окончательный вертикт. Я не знаю, как будет аромат раскрываться в душе. Бывает такое, что когда мы его начинаем вдыхать, нам он очень нравится. Но когда идет контакт с водой, действительно, может быть, там идет как раз таки аромат кошачьего туалета. Как бы нужно все тестировать, экспериментировать и сравнивать. Поэтому, девчонки, обязательно протестирую. Возможно, запишу короткое видео в телеграм-канале. Поэтому обязательно приглашаю вас в свой телеграм-канал. Несмотря на то, что там написано об отеле, я иногда показываю Фаберлик. Красимся косметикой Фаберлик. Зачастую бывает, я добиваю какие-то свои продукты, и которые мне очень-очень нравятся в компании Фаберлик. Следующее, что я себе заказала по распродаже, заказала я уже своему песику. Это у нас шампунь для собак с длинной шерстью. У нас длинная шерсть. Мы до этого брали беленький такой, с короткой шерстью, когда он маленький совсем был. Он у нас закончился. Потом я на Азоне заказала огромную бутылку. И здесь, в принципе, по распродаже решила себе взять. Аромат у этих шампуней приятный. Хорошо пенится, хорошо промывает шерсть. Мне, в принципе, нравится. Я довольна. Но я так понимаю, что эту линейку, наверное, будут выводить. Потому что было очень много продуктов, как раз-таки, для собак. И вот как-то все меньше и меньше становится, и больше идет в распродажу. Ну, будем надеяться, что не выведут. А если и выведут, то что-нибудь обязательно новое введут. Взяла пену для бритья. Она была 199 рублей по ценам каталога. Мне обошлась 159 рублей. Это я взяла мужу. Здесь написано кислородная пена для комфортного бритья. Я до этого брала из другой линейки. В принципе, пены нормальные. Но, вроде бы, муж мне больше предпочитает гель для бритья. Он тоже в таком же флаконе. Но он превращается в пену. Намного экономичней. Но, честно, я делала заказ. Лень была идти искать гель для бритья. Или там еще что-то. И решила просто заказать в Берлик. Думаю, не разочарует. Но, в любом случае, в пустых баночках. И я вам расскажу. Попросили у меня заказать вот такой вот гель-ультра-кондиционер для мытья посуды. У меня такой был. У меня он такой древесный. И, в принципе, за счет своего цвета губку не пачкает. Мне вообще очень нравятся средства для мытья посуды от компании Фаберлик. С ними гораздо дольше губка остается чистой. Хорошо отмывают посуду. И мне еще очень-очень нравится, что быстро просто уходит с посуды. То есть, не надо долго стоять плескаться в воде. Быстро смывается с посуды пена. Ну, обычный такой аромат. Бутылка прозрачная. Это тоже, в принципе, удобно. То, что видно, можно дозировать. Кто-то разбавляет эти гели для мытья посуды. Я не разбавляю. Я пользуюсь так, как они есть. Кондиционер для белья посуды. Для белья посуды, хотела сказать. Ультра кондиционер бальзам для белья. Пудровая нежность. Это у меня тоже девочка попросила заказать. Сейчас мы поникуем. Приятный, кстати, аромат. Мне очень нравится кондиционер от Фаберлик. Я себе уже взяла. У меня они стоят. Я пользуюсь. Я буквально половину крышки, бывает даже чуть меньше половины крышки добавляю. Белье всегда мягкое. Аромат не всегда долго остается. То есть, не все кондиционеры Фаберлик оставляют надолго аромат. Но, тем не менее, когда белье сохнет, аромат присутствует. Но потом он постепенно выветривается. Аромат приятный. Мне очень нравится, что полотенца действительно прям мягкие-мягкие. И нравится прикасаться к этим полотенцам, вытираться. Я просто пробовала другие кондиционеры из других магазинов, из обычных. Нет такой мягкости. Вот вообще нет. Но нужно понимать, что у нас у всех жесткость воды разная. И то, что у меня делает мягким, у вас может быть даже и наоборот. Вот гель для тела. Это у меня тоже попросила девочка заказать. Ботаника с яблоком. Я покупала такой не один раз. Мне очень нравятся гели Ботаника. Во-первых, объем здесь большой. Но я еще маленьких брала. У них есть как маленьких, так и больших. Хотя не знаю. Может быть маленькие уже вывели. Я как бы листаю каталог. По-моему, замечаю только вот такие вот большие. Очень нравятся. Приятный аромат у них. Ну, по крайней мере, для меня хватает надолго. Пенятся хорошо. Смываются тоже. Кожу не сушат. С яблоком. Но оно очень похоже вот прямо на яблоко. Мне нравятся эти бели для душа. Не один раз покупала. И в принципе, если у меня запасы начнут заканчиваться, возможно, я повторю. Потому что они действительно хорошего качества. И еще два. То есть, она три попросила заказать. Это у нас календула и облепиха. Облепиха вкусно пахнет. Фаберлик вообще классные гели для душа. Мне раньше в Эйвен тоже нравились гели для душа. И Фаберлик тоже выпускает хорошие гели для душа. Густые. И пенятся хорошо. И хватает надолго. И цены, самое главное, очень бюджетные. Ну, это Василек у нас и Барбарис. Вот он не очень. Но, в принципе, нормально. За такой объем, по-моему, 139 рублей. Если я не ошибаюсь, цена вышла. Ну, как бы это совсем бюджетненько. Угадайте, для кого я это купила? Конечно же, для себя. Потому что у меня один закончился, второй поставила. И нужно, чтобы у меня был такой запасик. Я туда вставляю распылитель. Специально подрезанный. Просто снимаю крышку, выкидываю и вставляю распылитель. На любые пятна. На белых футболках наношу распылитель. Классно убирает пятна. Я перед тем, как бросить стиральную машину, вещи у меня лежат минут 15-20, закидываю в стиральную машину, стираю вещи как новые. Это просто вот это. Я постоянно нахваливаю эту штуку, показываю в пустых баночках, везде. Мне рекламируют маленькие. Говорят, Аня, попробуй маленькие. Девчонки, я его пробовала два раза. Я первый раз его попробовала, он у меня вообще ничего. Даже спонжик нет. Я не знаю, вот как говорят, он и спонжики отмывает от тонального. И все пятна убирает. Вообще ничего не убирает. Как пятна были, так и остается. Особенно на воротниках рубашки. Воротник рубашки напрыскала, оставила. Вообще ничего не убрала. Даже видео снимала и показывала, что это средство вообще не работает. Мне написали много комментариев. То, что ты, наверное, как-то неправильно использовала. Или как можно неправильно использовать. На сухую рубашку нанесла на пятно. Именно на ворот. Полежал 20-30 минут, закинула в стиралку, вытащила. Вообще, как будто бы рубашка не стиралась. Хотя еще дополнительно ложила стиральный порошок. Вот от стирального порошка, может быть, побледнее стало. Но пятно не ушло. Потом на какие-то другие пятна. Если вот этот справляется просто на ура, то то средство вообще никак не работает. Как будто бы ты ничего не наносила. Поэтому использовать его как-то неправильно. Расписывать мне, как его нужно использовать, тоже сразу же скажу не нужно. Потому что пробовала, мне уже писали. Не работает. Я потом, когда первый купила, думаю, блин, может быть, на видео то, что это средство не работает. Мне пришло очень много комментариев. Я думаю, блин, может мне партия попалась другая. Может еще что-то. Я заказала второй уже где-то спустя месяца 3-4. Заказала второй, то же самое. Вообще никак не работает. Больше экспериментировать не буду. Остановилась вот на вот этом средстве. И вот это средство как раз-таки у меня работает просто на ура. Знаю, что девчонки писали, что у них оно не работает. Поэтому видите, насколько все индивидуально. И взяла вот такой вот отбеливатель. Но пятновыводитель не стала брать. Потому что пятновыводитель беру в компании Ботель. Он мне тоже, в принципе, понравился. Не хуже, чем от синеньких Фаберлик. Но отбеливатель вот этот вот классный. Я его ложу, когда замачиваю белые вещи. Или стираю белые вещи. Добавляю немножечко в стиральную машину. Вещи просто, знаете, как из рекламы. Прям такие. Такое впечатление, что они даже новые продавались. Не такими белыми были, как делает их вот этот вот отбеливатель. Мне очень нравится. Я довольна. Как заканчивается, тут же покупаю. Даже ничего другого не пробовала. Я всегда только его покупаю. В этом я очень постоянно. Вот такое вот средство. Это у меня мис для тела. Я сначала хотела взять из витамании. Но потом что-то думаю, блин, новинку возьму, попробую. Я подруге заказывала такой гель для душа. И в принципе аромат какой-то такой нейтральный, непонятный. Вроде и не противный. Но я взяла для тела. Из душа, когда выходишь, бывает, когда очень жарко. Не хочется наносить какие-то крема. Но вроде бы там локти как-то подсушивает. Как-то кожа все равно, особенно после загара. Хочется на себя что-то все равно нанести. И я решила взять для себя вот такой вот спрей. И в принципе за лето он у меня уйдет. У меня еще есть кислородный спрей. Лед называется 2. Я как-то покупала по хорошей цене специально на лето. Но сейчас я им не пользуюсь. У меня белорусский мис стоит. Он мне, кстати, меньше нравится. Вот синький, вот такой же кислородный. Я его наношу вместо тоника утром на лицо. Не сейчас, а вот в обычное время. У меня там 2 стоит. Я в принципе сейчас за лето их в любом случае использую. Если я побыла долго на улице, прихожу прям так, знаете, бывает. Иногда плечи начинают пожигать. Просто распрыскала его. Все ощущения неприятные, дискомфорт моментально проходят. И мне в принципе это очень нравится. Я вот синенький и на юг с тобой брала. И на юге использовала. И на детях использовала. Вообще вещь просто классная. Вторая маленькая коробка пошла. Вот такой каталог. Каталог яркий. Вот просто такой прям в розовых оттенках скидки. Новинок, кстати, очень мало в этом каталоге. Что-то, по-моему, вышло для глаз. Но я не знаю. Наверное, нет. Я не буду покупать. Но я в этом каталоге для себя уже присмотрела, что я хочу. Но это будет очень маленький заказ. Возможно, я сниму просто шворц. Возможно, нет. Возможно, у меня кто-то что-то попросит заказать. И я в принципе совмещу заказ и сделаю распаковку. Но, опять же, я каждый каталог это говорю. Что, возможно, я в следующий раз заказывать не буду. Тем не менее, у меня набирается заказ и я заказываю. Вот. Но я еще подробно в интернете не листала каталог. Я обязательно полистаю, посмотрю, подумаю, что мне надо. Ну, вот я вроде бы так посмотрела. Вроде бы особо так ничего не надо. Но меня привлекли патчи. Я еще подожду. Все-таки я надеюсь, что в компании Беты с июля будет действовать новый каталог. И я надеюсь, что там выйдут патчи в банке. Жду, по крайней мере. Потому что у них нет. Но в Фаберли, кстати, патчи мне тоже понравились. Я зелененькие покупала. Океанум. Они были тоже по какой-то хорошей скидке. Я их взяла. С удовольствием ими пользовалась. Потому что, ну, классные патчи. И как бы готова повторять. Вот то, что многие говорят, можно купить за 200 рублей. Покупала. Но не то совсем. Очень много покупала разных патчей. Кто меня давно смотрит, видели в распаковках. Видели в пустых баночках. И от Холли Полли. И разные другие патчи. Но вот не то это как-то. Все равно, когда вот покупаешь. Я даже Холика Холика покупала. Мне они не так понравились, как от Фаберли. По распродаже, девчонки, я взяла вот такой вот суфле для тела. Я боюсь, что его выводят. У меня сейчас, вот я буду такое же ставить. У меня новая рубрика вышла. Открываем новую косметику. Если вы любите такие видео, обязательно подпишитесь на мой канал. И буду как раз открывать вот такой вот суфле для тела. И возьму еще вот этот, вот взяла в запас, чтобы у меня было. Потому что он классный, мне нравится. Он на коже превращается в воду. Моментально увлажняет. И аромат потрясающий. Попросили меня заказать вот такую вот туалетную воду. Это Аква. Называется Аромия. У меня были, кстати, такие ароматы. Ароматы неплохие. Но такие, знаете, повседневные. Для того, чтобы просто сходить в магазинчик. Либо прогуляться с собакой. Если у вас есть собака. Если нет собаки, просто с подружкой прогуляться несколько часов. Держатся часа. Но до 4 часов они держатся. Держатся довольно-таки неплохо. Ароматы есть приятные. Но вот в они мне не очень понравилось. Но ее, по-моему, мы вывели. Вот это мне девочка. Она говорит, Таня, мне мама подарила на Новый год классный аромат от Фаберлик. Ты не знаешь, есть или нет. Я говорю, слушай, я тебе скину каталог. Посмотришь, если найдешь, то закажем. Она нашла, вот заказала еще. Она мне шампунь говорит, только она не нашла его в каталоге. Шампунь говорит, так понравился. Мне ни перхоти, ничего нет. Я говорю, блин, я не знаю, какой шампунь. Но его в каталоге нет. Ну ладно, думаю, если как-нибудь появится, то, в принципе, закажем ей. Кстати, мало клиентов бывает, что от Фаберлик очень нравится шампунь. Обычно многие говорят наоборот, что очень много перхоти, зуд вызывают и так далее. Но есть люди, которые пользуются, и им подходит именно шампунь. Мужу заказала блокбастер. Это у нас от компа... Блокбастер, это у нас туалетная вода. Она вся запакованная. Сейчас мы с вами ее... Я ее открыла. И сейчас мы с вами послушаем, как вкусно пахнет мужской аромат. Я уже много раз говорила, я обожаю от Фаберлик вот мужские ароматы. Многие женские мне нравятся, но не все. Но есть достойные ароматы женские. Прям вот флаконы прям крутые. Даже очень тяжело в руке ощущается. Очень тяжелый аромат. Даже вот честно, держу, боюсь, что сейчас выскользнет. Ой, приятный аромат. Мужской прям такой. Ну, немножко мылкий такой. Мне так кажется, опять же. Ну, вкусный. Я думаю, мужу понравится. Он с удовольствием использует. У него парфюмы летят очень быстро. Но этот я взяла в запас, чтобы у меня было. Потому что бывает такое, что раз и ничего нету, и дать мне нечего. Здесь взяла в запас, пускай стоит. Думаю, очень даже понравится. Но флакон вообще классный. Я люблю от компании Фаберлик дарить кому-нибудь, да, когда 23 февраля там или еще что-то. Я в течение года покупаю по хорошим скидкам, слежу. И потом друзьям там кому-нибудь. И потом, Аня, где-то такой аромат покупала, такой классный. Взяла новинку. Это у нас краска. Она, по-моему, предыдущего каталога я хотела взять, но я забыла. И в этом каталоге я уже не забыла. Детская мыльная краска. Она для совсем малышек, я так понимаю. Но у меня дочка все равно малышка. Она любит в душе сидеть, играться. Поэтому я ее взяла. Пускай попробует, потестирует. Вроде бы, как девчонки говорят, классная. Напишите, и брали вы своим детям, понравилось или нет. С хорошей скидкой взяла крем для ног. Я его, ну, опять же, кто меня давно смотрит, вы видели, у меня, наверное, раз в 10 его. Мне он очень нравится. Он не справится с, если у вас очень сильно сухие пятки, трещины. Он с этим не справится. Если у вас, ну, проблем особо нет на пятках, просто нужно увлажнение, питание, то, в принципе, этот крем классный. У него есть накопительный эффект. Я его чувствую на своих ногах, когда им начинаю пользоваться. С каждым разом пятки становятся все мягче, глаже, приятнее. И я так понимаю, что их выводят. Ну, не стала набирать, потому что у меня еще есть от другой компании. Но здесь взяла, потому что, ну, действительно, крем очень классный. И у меня кремов для ног совсем мало. Надо, чтобы что-то хоть в запасе было. И остались у меня одна новиночка, другая стариночка. Взяла себе подводку. Подводку, это у нас, я забыла, в каком оттенке. Трикотовый, по-моему, как-то так назывался оттенок. Мне по рисунку в каталоге очень понравился. Я решила его взять, попробовать. Поэтому обязательно накрасимся с вами в телеграм этой подводкой. А вы переходите, подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Подводки от компании Фаберлик я покупала очень давно. И они у меня есть. Некоторые по сей день лежат. С ними ничего не происходит. Они сильно не высыхают. Ими можно долго пользоваться. Рисую всегда красивые стрелки. Не раздражают глаз. То есть, у меня никогда с ними проблем не было. И даже год я просто не открывала. Она у меня лежала. Я уже думала, что она высохла. Думаю, дай возьму, попробую. Она до сих пор продолжает красить. И взяла новиночку. Это у нас тушь. Я хотела взять сначала обе. Думаю, буду тестировать обе туши, какая больше понравится. Но посмотрела по отзывам. Как раз таки с фибровой щеточкой. Никто не оценил. Она обычная. Рисует такие натуральные ресницы. У меня ресницы свои не длинные. Поэтому мне такого эффекта не хочется. А вот эта вот тушь рисует классные, красивые ресницы. Я посмотрела у девчонок. Вроде бы как они говорят, что она не осыпается. Держится хорошо. Все с ней прекрасно. Поэтому обязательно мы с вами ее потестируем в телеграм-канале. Возможно, запишу видео, где мы красимся косметикой Фаберлик. Напишите, надо или нет. Ну и на этом мое видео подошло к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А также на канал в телеграме. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok